Аномально теплая для января погода установилась в Ненецком округе. Средняя температура воздуха на первую декаду месяца составляет минус 5,5 градусов. Такая же погода была зафиксирована в регионе 55 лет назад, в 1965 году. Александра Литкова расскажет подробнее. Середина января. Почти каждый день идет снег и дует сильный ветер. Первое январское солнце в основном прячется за тучами. Из-за обильных декабрьских и январских снегопадов высота снежного покрова в Ненецком округе в середине января превышает норму в 4 раза. Сейчас она составляет больше 50 сантиметров, при среднегодовой – 13 сантиметров. Температура воздуха в первой декаде января тоже удивляет. Если сравнить среднедекадную температуру воздуха в январе 2020 года, она составляет минус 5,4. И сравнить, например, среднедекадную температуру в январе 2019 года и 2018 года, то она на порядок ниже, чем в этом январе. Минус 17,3, минус 15,3. Конечно, январь этого года, 2020, он намного теплее предыдущих зим. Такая погода в январе оказалась весьма непривычной для жителей региона, которые ожидали традиционных крещенских морозов. Ну, перепад погоды, теплый холод, так-то хорошо бы подморозило. Мы же живем на севере, как-то хотелось бы, чтобы была более приятная зима. Ну, то есть мороз. Впереди крещение, хочется крещенских морозов. В каком-то отношении, может, и хорошо, а в другом тоже плохо, все метели. Что такое метель? Это горизонтальный перенос снега на каком-то определенном расстоянии от земли. И что вызывает? Это, конечно же, сильный ветер. Если у нас идет такой большой перепад температуры, конечно, у нас будет меняться ветер. Направление ветра и, самое главное, сила ветра. Потому что при таком ветре, который сейчас у нас в городе Варидмар, метель – это естественное явление метеорологическое, которое может быть при таком ветре. И при выпадении осадков, естественно, в твердом виде. Метели в первую очередь влияют на работу зимника. С начала его открытия 27 декабря легковой транспорт мог проехать по нему менее недели. А полностью зимник для всех видов транспорта, в том числе и грузового, закрывался на пять дней. Связаться с директором подрядной организации нам не удалось, так как он практически все последние дни находится непосредственно на зимнике. А вот буквально вчера вечером из поездки вернулась наша коллега. Сама дорога по Харяге, по Плитам, она, в принципе, в удовлетворительном состоянии находится. Ну и когда мы уже поехали от Харяге в сторону Наридмара, там, конечно, дорога была в очень плохом состоянии. Во-первых, началась и метель. Но, мне кажется, тут даже не в метеле дело. Как такового зимника я бы там не сказала, что оно в очень хорошем состоянии. Было большое количество переметов. Плюс, наверное, из-за того, что едут больше груза, они все это утапливают, ямы есть, которые потом снегом припорошат, и в машины периодически колеса в отбой уходили. Настя вместе с семьей более шести часов провела в одном из дорожно-ремонтных пунктов. Вот тут хочется сказать огромное спасибо тем людям, которые там работают, потому что помощь они оказывают в полной мере. То есть они дали спутниковый телефон, чтобы мы могли связаться и сообщить, что с нами все в порядке. Тут же нам предложили попить чаю, перекусить. То есть все в порядке. Детям молодушек напекли, всех чаем напоили, как бы мы могли спокойно отдохнуть. Также еще нам предложили для дозаправки, сказали, что у них такое есть. Если нам нужно какое-то количество топлива, то они могут нам с этим помочь. То есть все в порядке, помощь была полностью оказана. Дорожные службы напоминают, прежде чем выехать на зимник, жителям округа следует адекватно оценивать возможности своих автомобилей, учитывать погодные условия в тундре и прогнозы синоптиков. Узнать, в каком состоянии дорога, можно, позвонив в диспетчерскую компанию «Стройуниверсал» по телефону 8911-067-72-33. В эти выходные православные отмечают один из главных праздников – Крещение. В связи с неустойчивой погодой купания в этом году отменены. На выходные по Ниньскому автономному округу у нас ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой местами будет умеренный снег, метель, потому что ветер будет до 13 метров в секунду. Это штормовой ветер, то есть он будет сильный. Ветер западный и северо-западный. Местами даже будут порывы до 22 метров в секунду. Это действительно очень сильный ветер. Температура ночью ожидается до минус 13, днем до минус 18 градусов. По многолетним наблюдениям метеорологов такая же погода в январе была в 1965 году. Тогда средняя температура также составляла минус 5 градусов.